Всем здравствуйте! Всем отличной недели! Так, камешки поставим. Хочу поприветствовать новых подписчиков на моем канале. Недавно я увидела такой комментарий, где под мужским ником, мне сложно понять, когда мужчина, когда женщина, но иногда ясное дело, что по разговорной речи, ну то есть по контексту ты понимаешь, а иногда действительно не понимаешь, мужчина или женщина пишет. Но сейчас не об этом. Суть комментария заключалась в том, что человек сожалел о том, что я не делаю личные консультации, не провожу личные консультации на тему, которые вот в принципе делаю на своих каналах расклады. Мне это показалось немножечко странным, я не знаю, откуда человек сделал такие выводы, но на всякий случай, если вы вдруг тоже задаетесь вопросом, провожу ли я индивидуальные консультации или нет. Да, провожу. Темы консультации аналогичные тем, что есть на этом канале, либо на моем втором канале, где короткие расклады я делаю. Ссылка на второй канал есть в описании под этим видео. Под этим видео также есть ссылка, которая называется «Мои услуги». Нажимается на нее, и там будет все описано касательно личной консультации. Сколько, где, как и так далее. Поэтому, если вдруг хотите записаться, наверное, это вот причина, скорее всего, такого комментария, потому что я не озвучиваю. Мне кажется, что если я все время говорю, что вся информация необходимая есть под видео, и достаточно прям нажать просто на одну кнопочку, которая называется «Мои услуги», но для меня это само собой разумеющееся. И, видимо, для кого-то это не совсем само собой разумеющееся. Поэтому даю такую информацию, что если вдруг хотите прийти ко мне на консультацию, какие расклады я делаю, расклад аналогичны тем, которые есть на моих каналах. То есть, по сути, все, что связано с психологией и пониманием себя. То есть, если мы хотим копнуть, очень глубоко разобраться в какой-то теме, а не просто поверхностно узнать какую-нибудь там предсказательную историю либо ситуацию касательно чего-то там конкретного. То есть, предсказание – это не ко мне, гадание – это не ко мне. То есть, если хотим в чем-то разобраться, понять, откуда ноги растут, вот это ко мне. Это моя стезяка, как говорится. То есть, это, скорее всего, обращение к тем, кто недавно подписался на мой канал. Я вам очень благодарна за подписку. Так, позиции вы видите. Опять же-таки, кто не в курсе, в описании под роликом есть тайм-коды. Либо наводите курсор на нижнюю часть ролика, там, где есть линия, которая показывает, как загружается ролик. Там обозначены главы, то есть, отрезки временные, которые называются главами. Там видно первый вариант, второй и третий. То есть, вот так тоже можете нажать. А мы с вами сегодня сделаем расклад. Во-первых, всем отличная неделя. Надеюсь, у вас все хорошо. У нас уже постепенно начинается жара. И чтобы исключить всевозможные шумы, мне приходится закрывать двери. Это немножечко напряжно. Ничего страшного. Главное, чтобы вам было удобно и комфортно, и слышно хорошо. Так, тема расклада. Что меня бесит в себе и почему? Если бы вы меня спросили, что меня бесит в себе, я не знаю. Но что меня бесит в других, я знаю. Но мы посмотрим сегодня, что меня бесит в себе. Вот вместе с вами я тоже узнаю, что же меня бесит в себе. Так, позиции убираем. И мы приступаем. Позиция номер один. Голубенький камешек. Что-то так низко камеру поставила. Что мне так кажется? Вот так, да? Голубенький камешек. Вот сюда. Ага. Сейчас. Sorry. Если кого-то бесит, я просто не могу понять размера камеры. Откуда, докуда. Да, я не выстроил. Не выложил границы. Давайте я колоды выложу, чтобы я понимала, докуда. Ага. О, вот такой большой объем. Так. Это туда. А сверху вот эту вот колоду. Сюда. То есть вот так будет мой объект. Ага. Все. Благодарю за терпение. Ну, можете промотать. Итак. Первая позиция. Что меня бесит в себе? Так, смотрим. Что нас бесит в себе? Тройка жезлов. О чем эта тройка жезлов нам тут говорит? О том, что все никак не можем определиться по поводу нашего будущего. Избегаем. Избегаем. Выбираем создавать бурную деятельность, только лишь бы не пойти в будущее. Лишь бы не принять решение, что нужно двигаться дальше. А мне сразу хочется спросить, почему? Почему? Потому что мы живем вот в какой-то своей комфортной, удобной, эмоциональной зоне, да, и нам кажется, что вот, ну, нету ничего больше в этом мире, чтобы меня удивило, чтобы меня как-то вот заинтересовало. Сейчас, возможно, такой этап, знаете, пресыщение. Я всегда говорю, что это этап. То есть мы не можем находиться вот всю свою жизнь, да, в каком-то вот упадческом состоянии, ну, за исключением, если у нас там, я не знаю, депрессия, и она, как-то мы ее игнорируем и не лечим. Вот. Так, в принципе, меняется, да, ничего не бывает статично. Поэтому я и говорю о том, что здесь какой-то этап, когда мы не хотим определяться с каким-то выбором по поводу нашего будущего, что там в этом будущем есть, и мы не хотим туда идти. Ну, есть какие-то обязательства, есть какие-то трудности, сложности, и мы понимаем, что если нам нужно двигаться дальше, да, придется что-то в себе разрушать, придется что-то в себе менять. Поэтому одна из причин, почему мы не хотим двигаться дальше, это мы не хотим перемен. То есть, возможно, по четверке кубков, ну, вот здесь вот такой эмоциональный комфорт, возможно, человек достиг какого-то своего этапа в жизни, когда говорит, вот я устроила свою жизнь так, как я хочу, то есть меня все устраивает, и я не хочу, то есть я хочу наслаждаться тем, что я имею, и я не хочу двигаться дальше. И это вполне нормально, это вполне объяснимо и вполне по-человечески. То есть здесь нет каких-то осуждений в контексте того, что почему мы не двигаемся, да, мы просто хотим разобраться в данной теме. Почему именно сейчас человек не хочет двигаться? Помимо того, что здесь причина заключается в том, что мы не хотим брать на себя ответственность. То есть здесь, возможно, человек какой-то вот такой уставший, мне идет энергетический человек, который устал, устал на себя все нести. Ну, у нас бывают какие-то такие, особенно у женщин, такие срывы, да, когда и семья, и работа, и все на себе, и хочется все бросить, плюнуть, сказать, идите вы все лесом, я поеду отдыхать, да. Как говорится, уйду в монастырь для того, чтобы моя душа успокоилась. Вот здесь, скорее всего, какой-то вот такой этап, поэтому еще и дополнительно проходить какие-то уроки, идти в это новое, неизвестное, непонятное. Здесь человек не хочет, да. Чем же он таким перегружен здесь? Перегружен к какой-то вот коммуникации, взаимодействия с другими людьми, да. То есть он перегружен, возможно, здесь действительно какое-то общение есть, которое вот несет, то есть вы как будто бы несете какую-то ответственность, да. Вопросы коммуникации здесь достаточно сложны для вас, либо энергообмен, когда вы что-то даете и берете. Также здесь есть какая-то сложность, возможно, что-то новое назревает в вашей жизни, и вы понимаете, что вот в это новое нужно будет вкладываться энергетически. А что у вас с энергией на данный момент? Ну, энергии предостаточно, да. То есть я не могу сказать, что у вас прям нету энергии. И энергия есть, и желание, возможно, и возможности тоже есть. Тогда почему вы не двигаетесь? Королева копков. Ну, потому что, знаете, иногда бывает, вот я говорю, здесь, скорее всего, какой-то такой этап. Иногда бывает такой момент, когда хочется вот просто пострадать. Пострадать, помыть, хочется ощутить себя слабой, хочется ощутить себя, не знаю, маленьким ребенком, чтобы вот обратили внимание для того, чтобы разделить ответственность. Здесь, скорее всего, человек тащит на себе очень-очень много. Очень много обязательств, которых когда-то взял либо вынужденно, либо по собственной воле. Но в любом случае, да, здесь, что еще здесь есть? Здесь есть еще что-то, так поглубже сидит. То есть вроде бы и силы есть, и энергия есть. А вот в новое не хочу идти. Почему мы не хотим идти в новое? Потому что мы сейчас хотим получать удовольствие, да. То есть здесь какое-то убеждение есть, которое говорит о том, что это новое, оно вызовет очень, ну, во-первых, заберет очень много энергии, во-вторых, вызовет какой-то дискомфорт. Какой дискомфорт у вас вызывает это будущее? Страхи. Страхи, скорее всего, здесь непонимание. Непонимание, как дальше действовать. То есть вроде бы та, как это сказать, тот момент здесь и сейчас, в котором вы находитесь, да, а сейчас какая-то реальность, там все понятно, там все известно. Вот то, что я говорю, здесь такое ощущение, вот я достиг каких-то своих вершин, которые мы очень долгое время шли. И вершина, о которой здесь говорится, она не касается ни финансов, ни каких-то там успехов, счастья, ни семейных моментов. А здесь вот какое-то внутреннее такое ощущение, что наконец-таки я чувствую себя комфортно. Комфортно сама с собой, либо самим собой. Комфортно вот именно то, что со мной происходит. То есть, возможно, выстроен график вашей жизни так комфортно, вот как вы давно, возможно, хотели. И здесь идет так, да, я хочу насладиться. Вот девятка кубков, она краски говорит о том, что оставьте меня в какой, я хочу насладиться. Вот даже если в вашей жизни все хорошо, да, нет никакого упадка, нет, ну, нету ничего негативного, вот все хорошо, такой момент, что не то, что вы держитесь и хотите, чтобы все время было хорошо, нет. А здесь вот какой-то такой момент передохнуть. Но это не просто передохнуть и как-то перевести дух и дальше бежать, нет. А здесь вот я хочу передохнуть и я хочу получить вот удовольствие. То есть мне настолько хорошо, мне настолько все складывается так, как, возможно, я давно-давно мечтала. Даже если в этом нет, ну, вот прям какого-то идеала либо совершенства для вас. То есть есть к чему стремиться, я имею в виду. Но вот для вас, то, как сложилась ваша жизнь на данный момент, она вас удовлетворяет. И здесь человек, который не хочет дальше двигаться, потому что он понимает, что сломается то, что было выстроено столько времени и то, к чему вы шли. То есть это, по сути, здесь такой, знаете, пример человека-скалолаза, который достиг, там, я не знаю, Эвереста, к примеру, и вот он только поставил этот флаг победный, что вот да, я дошел до вершины, как ему сразу предлагают покорить какую-то там, не знаю, Эльбрус, к примеру. И человек должен быстро-быстро подготавливаться, допустим, к новой вот этой экспедиции. Нет. Здесь человек вот поставил этот флаг победный и говорит, вот я хочу здесь побыть, не знаю, по возможности пожить месяц, насладиться и получить кайф. Поэтому, отвечая на вопрос, что вас бесит в себе, ну, в какой-то степени, возможно, что вы не двигаетесь, да? Так ли это? Возможно, нет, даже не то, что вы не двигаетесь, а вы как будто бы сейчас не готовы, не готовы сделать выбор. Почему вы не готовы сделать выбор? Потому что перед вами открываются горизонты, здесь какой-то новый этап в вашей жизни начался, и вы это знаете, и вы как будто бы не хотите спешить. То есть здесь человек, помимо того, что у него некий этап передышки, человек не хочет спешить, человек не хочет ошибиться. И помимо страха ошибок, здесь еще есть, знаете, что-то такое новое, какие-то новые горизонты открываются перед вами, и вы еще не можете выбрать. И этот выбор, он не связан с тем, чтобы, знаете, как-то там... сделать, не сделать. У меня такое чувство, что здесь вопрос выбора, он не связан в каких-то двух аспектах, Как вот, например, Дойке Жезлов изображено, а он как будто бы связан с тем, что здесь показывается некий такой горизонт, и на горизонте вот прям миллион этих точек возможностей. Человек не знает, какую выбрать, потому что все хороши по-своему. И нужно время. Знаете, иногда, когда ты делаешь выбор интуитивно, тебе нужно время для того, чтобы услышать ответ внутри себя. Это могут быть доли секунды, это может быть несколько минут, а для кого-то это может быть большее время. То есть вот здесь такой момент показан, что я понимаю, что открыты сейчас горизонты, но я не хочу, не то чтобы торопиться, я пока еще не знаю, что выбрать, то есть нету вот какого-то отклика, то есть чтобы сказать, вот эта вот точка, она меня зацепила, и я пойду за ней. То есть они все хороши, каждая по-своему. То есть каждая возможность, которая дается, она хороша по-своему, но вот такое ощущение, что вам нужно еще подождать. Вот нужно подождать, вы встретите эту возможность, которая вот прям будет ликовать внутри вас душа и скажет, да, вот ради этого стоило ждать. То есть вы как будто бы интуитивно понимаете, что не надо торопиться. Вот поэтому и двойка жезлов. А луна, которая у нас выпала на будущее, она говорит о том, что пока этого будущего вы не видите. А не видите вы его потому, что еще не развернулась ваша ветка будущего. То есть иногда нужно подождать тот момент, когда вы совершите какой-то выбор. То есть до тех пор, пока вы выбор не совершите, никакого варианта будущего, оно как будто бы не проявлено. То есть вот как бы объяснить. Смотрите, представим, да, что у нас есть два варианта. Вот один жезл и второй. И за каждым жезлом есть своя ветка развития. То есть вот здесь вот, допустим, мы идем направо, и там разные ситуации будут разворачиваться. А здесь мы идем налево, и здесь будут разные ситуации разворачиваться. Но до тех пор, пока человек не сделает выбор, ну, либо направо, либо налево, вот эти ветки вероятности, они только лишь вероятности, они такие, знаете, в тумане. То есть они еще 100% не предопределены. Потому что вы можете не пойти, не выбрать и не первую, и не вторую. Вы можете пойти третьим путем. И тогда, поэтому вы, как говорится, дорога открывается под ногами идущего. Вот это не случайное выражение. То есть пока вы не сделаете шаг, дорога не прояснится. То есть в потенциале, да, в потенциале есть все ветки вероятности, которые когда-либо в этой жизни мы смогли бы сделать. Даже те, которых мы даже не догадываемся. И поэтому и называется потенциал. В потенциале это все есть. Но что выберете вы, здесь пока еще непонятно. У меня картинка такая, знаете, как, я не знаю, холодная какая-то такая погода и утренний туман. И человек как будто бы вот выходит на улицу, и он дальше, как говорится, своего носа не видит. И вот начиная двигаться, да, вот постепенно на, как это, на длине, да, на расстоянии своего носа он видит. Но дальше он не видит. И чтобы увидеть дальше, ему нужно сделать еще один шаг. Вот здесь вот такое ощущение, что вот этот вот туман по Луне, он вас полностью окутывает. И вы пока еще не можете определиться. И это в некой степени бесит. Почему? Потому что, да, с одной стороны есть, вот когда вы ничего не выбираете, да, вот какой-то комфорт, с другой стороны это девятка кубков, наслаждение, удовольствие. Вроде бы все хорошо. Но проскальзывают такие моменты, что вроде бы, король Жезлов нам говорит об энергии, и маг говорит об энергиях и возможностях, которые у вас есть. И вы это чувствуете. То есть некий такой потенциал. Но он как будто бы не раскручивается. То есть, знаете, вот у меня такое чувство, что клубится вот вокруг вас, ваша энергия, она клубится-клубится, но при этом она как-то вот не движется, не разливается, хочется сказать, да. То есть нету движения в каком-то направлении. Вот все как-то вокруг вас, все вокруг вас. А вы понимаете, что необходимо движение, потому что вы, в принципе, так или иначе привыкли к этому. Вы и долго на одном месте сидеть все равно не сможете. Здесь вот какая-то такая двойственная энергия и двойственное состояние. С одной стороны, хочу двигаться вперед, и у меня есть на это силы. А с другой стороны, знаете, вот как будто бы нет какой-то подсказки, что ли, какого-то знака, вот куда нужно двигаться. И пока этого нету, вы никуда не движетесь. И поэтому здесь такое ощущение, что, знаете, одно утро просыпаюсь, вот хочу куда-то пойти, но я не знаю, куда хочу пойти, а другое утро я просыпаюсь, и я понимаю, что, блин, ну зачем куда-то двигаться, мне и так хорошо. То есть вот здесь как-то так, и это вас бесит. Почему? Почему вас это бесит? Видите, Иерафант и Императрица. Потому что вы уже хотите как-то создать свою жизнь такую изобильную, гармоничную, а вот в этом состоянии нету гармонии, потому что энергия, она такая двойственная. Вот как-то нету спокойствия. И опять же таки сказать, что вы как-то беспокойны, тоже не могу. У меня такое чувство, что, знаете, две энергии, одна накладывается на другую, и они одновременно существуют. То есть одновременно вы чувствуете, что меня что-то не удовлетворяет, и одновременно меня удовлетворяет всё. Вот здесь какая-то такая энергия. А с другой стороны, по Аркану Иерафанта, вам нравится обучаться, вам нравится обучаться, получать новые знания. Это вот вас как-то наполняет энергетически. Но ещё расскажу, пока я не вижу какого-то движения. Почему я вижу этот туман, какой-то такой, знаете, клубятся сгустки энергии, но они почему-то вот чёрные и серые. Почему я вижу этот цвет, я не могу понять. Вот почему я вижу чёрный и серый цвет, Аркан Отшельника, потому что вы находитесь сейчас вот в себе. Немножко отстранённо, немножко дистанцировано от всех. Но, опять же таки, что-то, чтобы вас бесил вот прям очень сильно в своём характере, либо как-то, нет. я не вижу. Здесь вот одна энергия накладывается на другой. Это вот как символ Я, не Инь, да? То есть в чёрном есть белое, в белом есть чёрное. Вот это вот присутствует одновременно. Но это временный какой-то этап. Я сразу сказала, что это какой-то временный этап. не переживайте, он не будет долго длиться. Вы почувствуете, вот в вашем случае вы почувствуете перемены прям внутри себя энергетически. Придёт какой-то, знаете, такой отклик, и вы поймёте, что вот не зря я как будто бы ждала, да? То есть не то, что вот вы прям сидите и чего-то ожидаете, но иногда бывает такой момент, что вот нужно переждать. Вот здесь как-то вот об этом речь идёт. Так, а позиция номер два. Красненький камешек. Двоечки. Смотрим, что вам покажут, что вас бесит в себе. Что вас бесит в себе, да, по шестёрке кубков? Да по-разному. Иногда какой-то вот инфантилизм, возможно, да, иногда чрезмерная доверчивость, чрезмерная наивность. Вот всё, что идёт за пределы меры, вот это вот может вас как-то раздражать. Может быть, какая-то детскость. У меня здесь идёт такое ощущение, что если вот вы совершаете какие-то ошибки в контексте того, что, знаете, кто-то вас развёл, не обязательно здесь идёт прям вот обман, да, чтобы какие-то мошенники, нет, а вот как-то развели вас. И вот это вот какое-то неприятное ощущение, оно может ещё выражаться в контексте каких-то граблей. То есть здесь идёт такое, что вас бесит, что вы постоянно наступаете на одни и те же грабли, то есть совершаете какие-то одни и те же ошибки. Почему это случается? Ну, в принципе, это ваш путь, и вам нужно здесь понять, что до тех пор, пока... Вот не то, чтобы вы не откажете. Сейчас, секундочку. Меня просто запивает с толку шестёрка мечей. Ясное дело, что здесь речь идёт о вашем дальнейшем движении, но вопрос был, почему вы наступаете на одни и те же грабли. Сейчас, здесь... Здесь может быть несколько вариантов. Один из них, это... Как-то связано сейчас. Что-то в голове крутится, я не могу как-то вот уловить эту энергию, чтобы вот её обозначить словесно, вербально. Сейчас, секундочку дайте мне, пожалуйста. С одной стороны, здесь мне показывает, что это путь вашей души, и это понятно. То есть вы... Ну, почему здесь повторные ошибки? А, всё, я поняла. До тех пор, пока вы не откажетесь от этих граблей. То есть здесь вопрос осознания идёт, да, то есть осознанности и зрелости. У многих есть такое ощущение, что вот как будто бы в этом заключается ваш урок, вот в повторных граблях, на которые вы наступаете, что вот в этом ваш урок. И что, что так должно быть? Вот это надо принять, да, что будут вот какие-то вот повторные, одни и те же ошибки. На самом деле здесь речь идёт о том, что вот повторные ошибки, они вам даны как урок для того, чтобы вы поменяли что-то в себе. То есть ясное дело, что на ошибках мы учимся, но вот когда это уже там, я не знаю, третий, четвёртый, пятый раз, это вот как будто бы крутится один и тот же сценарий до тех, до того момента, пока вы не осознаете и не примете решение, что у вас есть право это изменить. Здесь такой тонкий очень нюанс, тонкая грань, что головой вы, возможно, понимаете, что, ну не знаю, нельзя доверять людям. И вот каждый раз вы как будто бы попадаетесь в одну и ту же ловушку, то есть просто вам человек улыбнулся, и всё, вы ему открылись и доверились, и начинаете там, я не знаю, рассказывать, говорить как-то о своей личной жизни, возможно, да, ну то есть открыли свою душу человеку, а человек потом пошёл и кому-то что-то рассказал о вас. И вам это неприятно, почему? Потому что вы доверились, да, какую-то свою личную информацию, возможно, человеку, а потом узнаёте, что вот кто-то там третий, пятый лица знают вот о вашем сокровельном, да, о вашей вот этой вот секрете, так сказать. И вот это вот повторяется неоднократно. И здесь речь идёт не о том, что вы должны понять, что нельзя быть открытым, либо надо выбирать, кому вы говорите и что, а вот именно понимание того, что эти уроки, они даны вам для того, чтобы вы как-то, как это сказать правильно, я не знаю, как будто бы, знаете, вот обожглись настолько сильно, то есть дошли вот как-то до своего предзела, чтобы больше, вот запомнили, знаете, вот раз и навсегда, чтобы больше этого в жизни не повторялось. Только если для других людей достаточно, допустим, одного раза, вот вам в вашем случае возможно, нужно много раз ошибиться, чтобы потом не то, чтобы разочароваться, а для того, чтобы осознать, насколько вы плохо относитесь к себе, насколько вы позволяете, я не знаю, с собой возможно обращаться не так хорошо, то есть здесь какой-то, здесь понимаете, не только это урок, ясное дело, что грабли даны для уроков, да, то есть кто-то может сказать, какую банальность ты говоришь, это понятно, здесь помимо урока есть какие-то моменты, связанные с осознанностью, то есть здесь вот как-то взросление идет не только через понимание, а вот именно когда идет второй, третий, пятый, ну, десятый раз вы ошиблись, и вот десятый он как раз-таки стал, как говорится, роковым, то есть настолько вы обожглись, что вот что-то происходит в вашем сознании, что оно в дальнейшем имеет последствия не только на вот на эту ситуацию, а как-то вот идет какой-то сдвиг в вашем мышлении, то есть касается не только одной ситуации, вот например доверчивости, а это потом имеет как-то какое-то огромное влияние на другие ваши сферы, то есть не то, что вы перестаете доверять, нет, здесь не об этом, а здесь вы как будто бы возможно понимаете какие-то законы в мироздании, то есть как устроено что-то в жизни, понимаете, вот здесь что-то такое более глубокое идет, то есть не просто на бытовом уровне меня кто-то обманул, развел либо еще что-то, а вы как будто бы через это помимо для себя какой-то личной выгоды, то есть как делать вообще нельзя и почему, вы как будто бы понимаете как-то более масштабно, глобально, сферично, как устроен например мир, и казалось бы вот какая связь есть между вот этими двумя моментами, для другого человека нет, но из-за того, что вот вы очень сильно обожглись и дошли до какого-то своего предела, до каких-то своих граней, вот что-то внутри вас трансформируется вместе вот с этой болью и происходит, не то чтобы сдвиг по фазе, ну вот какое-то действительно очень сильное изменение в вашем сознании, которое либо вас как-то продвигает на вашем пути развития, то есть я имею ввиду вертикальном развитии, либо очень сильно продвигает вперед, если это какое-то линейное горизонтальное развитие, то есть вот здесь что-то такое, что еще вас бесят в себе? Возможно вас бесит чрезмерная эмоциональность, чувствительность, восприимчивость к семье, либо к комфорту, да, вот к удобной, такой приятной, красивой жизни, либо чрезмерная какая-то вот ответственность может быть, да, вот при всей вашей инфантильности, да, есть ответственность, с чем она связана? Вот ваша какая-то ответственность, она связана с энергетическими какими-то потоками, не совсем понимаю информацию, которую мне сейчас передают, но это имеет какое-то отношение к силу воли. Так, еще раз сейчас попробую ловить. Возможно вот ваш характер, да, то, что вы являетесь энергетическим донором, то есть очень много отдаете людям, да, себя на уровне энергетики, ну, то есть это элементарно в жизни, это может быть ту помощь, которую вы оказываете людям, но на более высоких уровнях это вот большая такая отдача энергетическая, и здесь, причем вот какое-то это имеет отношение к семье, то ли вы много энергии отдаете своим близким и родным, то ли много, я не знаю, любви, то есть вы здесь являетесь донором, и это донорство вас почему-то напрягает в какие-то моменты, почему? Ну, вот вы как будто бы сами себя здесь осуждаете, знаете, почему? Потому что чем больше вы отдаете, тем больше критики в свой адрес вы получаете, а потом еще получается какой-то такой пробел в вашем энергетическом поле, когда вам самим нужно будет восстанавливаться но как будто бы силы, ресурсов неоткуда взять. Вот этот перекос он вас бесит в себе, то есть опять же таки вот я говорю, это какие-то уроки повторяющиеся здесь идут, но это уроки вашей души, то есть с одной стороны возможно это вас расстраивает и огорчает и вы говорите блин, когда я уже научусь, а с другой стороны здесь вот какой-то такой путь вашей души, не надо себя винить и корить и говорить о том, что блин, какая я там я не знаю медлительная или что вы там еще можете сказать там глупая, тупая, непонятливая, ну то есть неприятные слова в свой адрес можем говорить многое разного но здесь нет почему-то вот вам вот ваша душа она выбирает такой путь почему такой сложный ну потому что только так вы понимаете как стать целостной независимой именно для себя то есть вот тот идеал если мы говорим о женщине тот идеал женщины который вы себе представляете знаете ярко выраженный в социуме проявленный активный он вы почему-то считаете что его можно получить именно таким образом то есть вот причем знаете здесь еще вот какая фишка интересная да все я поняла вот это вот многоповторка ваших граблей она что дает она дает вам возможность посмотреть на одну и ту же ситуацию разнопланово с разных сторон потому что вроде бы ситуация одна в которой вы попадаетесь но каждый раз там я не знаю либо герои меняются либо вот вы как-то по-другому реагируете и вот такое ощущение знаете вот идет как как огранка но в данном случае это огранка не алмаза а огранка вас самих то есть один раз ошиблись да и вы там что-то сделали какие-то выводы второй раз ошиблись на том же самом месте но вы уже сделали абсолютно другие выводы и третий раз ошиблись и уже это вообще какая-то третья другая сторона то есть вот каждый раз как-то проходя одни и те же уроки вы что-то новое в себе открываете и вот поэтому ваша душа выбирает какой-то вот такой путь и он закаляет вас вот как-то духовно здесь идет закалка почему потому что вот аркан силы говорит о силе воли о силе духа да человека в очень сильный духом физически может быть вообще худенькая такая стройненькая 53 килограмма как говорится вот и такая знаете прозрачная и нуждаешься в защите но по силе духа вы очень сильный человек и вот здесь вот это вот огранка она как будто бы вам дает понимание ситуации с разных сторон и это помогает вам в вашей вспомогательной профессии вот я немножко запутанно сказала но еще раз повторюсь то есть если вы работаете с людьми не знаю какие-то вспомогательные профессии да где у вас есть услуги дающие что-то людям вот как раз таки ошибаясь и рассматривая ситуацию с разных сторон и делая определенные выводы вы тем самым понимаете мотивы других людей когда они находятся в аналогичных ситуациях то есть вам потом лучше и проще понять другого человека второй вопрос что если особенно если это касается семьи то люди вас не понимают но вы понимаете их вот такая немножечко ситуация интересная вот это вот вас обесит по крайней мере я так считала информацию так и мы переходим с вами к позиции номер три зелененькому камешку ой карты сыпется троечки смотрим что вас бесит в себе что мне покажут здесь карты что вас бесит в себе колесо фортуны какая-то сейчас цикличность причем знаете цикличность которая имеет отношение к бездействию тройки всегда люди очень активные по жизни ну вот такая вот природа огненная но здесь вас бесит в себе те моменты когда вы не можете решить какую-то задачу и мало того что вы не можете решить вы ну во первых здесь такое ощущение что не хватает ресурсов на то чтобы ее решить а с другой стороны вы еще бывает так что как-то срабатывает психосоматика и вы вынуждены как говорится слечь в кровать на то чтобы подумать вот вас останавливают на подумать и здесь такие моменты вот вы во первых вы не любите болеть я не говорю о том что вообще людям нравится да но я имею ввиду не какие-то хронические болезни а вообще например когда простуда то есть любой момент который заставляет вас просто лечь вот вы себя ощущаете каким-то таким знаете человеком беспомощным и вот это вот состояние остановки оно для вас приравнивается реально к смерти вот мы говорим жизнь это движение отсутствие движения это смерть вот в вашем случае это вот прям про вас сто процентов это очень четко чувствовать то есть когда вы не движетесь куда-то вы ощущаете себя вот именно как будто бы мертвым что ли вот как мраморным ну то есть здесь такое замирание причем знаете мрамор как-то вот сковывает вас такое чисто что-то вас сколо как сонный паралич я не могу двигаться и вот невозможность двигаться либо когда вы вынуждены бездействовать и мало того что бездействовать еще и обороняться то есть говорить другим пояснять почему вы не действуете да либо почему вот сейчас не происходит то что вы хотели бы сделать вот это вот прям вообще для вас жесть еще о чем говорит да вы начинаете очень сильно стрессовать здесь по этому поводу еще что вас бесит в себе но все финансовые вопросы да вот я говорю когда фортуна заворачивается не в вашу пользу когда у вас начинаются какие-то моменты безденежья когда вы как-то тратили свою удачу вот это еще знаете как здесь такое чувство как уходит земля из-под но когда нет вот фундамента какую-то не имейте какую-то опору под ногами почву под ногами когда нету поддержки возможно семьи хотя бы в принципе человек который чисто теоретически не нуждаетесь ни в ком не в поддержке то есть здесь человек который вот может на себе нести знаете как хороший такой скакун вот который в упряжке может прям тащить за собой очень много груза то есть у вас много силы силы духа прям и физической силы я неоднократно говорю что тройки очень сильные люди физически в том числе но вот здесь вот иногда бывают такие моменты когда у вас выбивают опору и эта опора знаете когда у вас уходит когда вы чувствуете утрату то есть недостаток финансов не то что вы прям обожаете деньги вот для вас финансы это как не знаю символ безопасности вот для кого-то деньги могут быть возможностью да вот для вас понятие что такое деньги это психологическая безопасность то есть вам не столько нужны деньги как таковые сказать что вот вы прямо транжир либо еще там куда-то инвестируете еще что такое нет но когда они есть само понимание да то есть здесь вот какой-то психологический момент что мне важно знать что у меня есть деньги активные пассивные не важно просто само вот это вот понимание что деньги есть для вас это очень важно это ваша безопасность как только вы ощущаете что по каким-то причинам деньги заканчиваются не то что их нету они заканчиваются вы входите вот в эту какую-то панику того что все жизнь кончается и наступают какие-то сложные времена здесь какой-то просто психологический блок стоит вот я говорю это вот и вы это понимаете вы это знаете деньги вам дают безопасность знаете в контексте чего когда у меня есть деньги вы тот человек который вообще не полагаетесь ни на кого и поэтому когда есть деньги я могу себя обеспечить самостоятельно вот для вас это важно обеспечить там я не знаю самый минимальный допустим прожиточный минимум то есть там поесть поспать заплатить коммунальные услуги то есть вот одно вот это вот понятие что я опираюсь почему потому что здесь есть проблема у кого-то что-то попросить у кого-то что-то я не знаю взять на временное пользование то есть здесь люди такие я все сам я сам я привыкла либо привык операции исключительно на себя и когда именно поэтому болезнь для вас это вот прям очень такой действительно болезненный момент не в контексте того что ваше тело страдает а в контексте того что я не могу зарабатывать значит ну здесь появляется страх очень сильный страх что а как я буду себя обеспечивать то есть у меня есть опора я не говорю здесь о семье там если у вас есть еще и там не знаю дети за которых вы несете ответственные да либо там родители взрослые нет это само собой разумеющееся здесь вот за вас то есть такое вот чувство что вы чувствуете себя беспомощным потому что вот я опираюсь только на себя исключительно у меня вы даже как будто бы и другим не доверяете здесь вопрос о том что там не знаю доверие миру доверие себе вообще не стоит такой вопрос потому что есть только я есть мои руки вот то что я своими руками могу сделать либо своей головой могу сделать все я только на это могу упираться вот и здесь человек который вообще даже мне кажется что может быть у вас проходят такие мысли что там не знаю в старости если есть дети да то я сам буду себе либо сама буду обеспечивать да то есть мне не нужно что мне подносили там стакан воды либо еще что-то да то есть я я все сам вот как-то идет такое вот я все сам я все сам и поэтому вам очень важно стоять на ногах не болеть и вот это вот любая болезнь в том числе я не знаю даже какая-то просто причем знаете вот болезни у вас какие-то такие бывают очень сильные то есть вы вроде бы не болеете не болеете а потом вот как-то вас сразила какая-нибудь дрянь и вы вот прям долгое время лежите прям очень тяжело переносите эти болезни не психологически а вот физически прям очень тяжело и очень долго откроете потом у вас такое чувство что у вас жизнь как будто бы бросила назад то есть здесь по колесу фортуны сразу подсказка идет о том что нужно научиться проще относиться то есть когда вы чувствуете легкость своей жизни когда вы получаете удовольствие когда вы наслаждаетесь этой жизнью тогда к вам вот как будто бы все приходит как только вы берете эту жизнь серьез вам сразу перекрывает финансовые каналы и по здоровью то есть вот эти два момента деньги если с деньгами вот вы не обращаете внимания на то что вам передают какой-то урок вот прям сразу самое хочется сказать худший вариант это вот прям по здоровью тогда вы 100% по психосоматике понимаете что вот что-то хотят до меня донести почему вас бесит ну в принципе я рассказала уже без карт но все равно давайте посмотрим почему вас бесит потому что вы не хотите чувствовать себя вот видите именно как аркашута как дурак вот как беспомощный как маленький ребенок такой наивный во-первых вы не любите чтобы о вас заботились да то есть вот чтобы вас кормили да когда вы больны не можете приготовить себе обед да там чаю вам сделали да это приятно в каких-то моментах но здесь как будто бы какие-то детские травмы всплывают и вот вам не нравится когда вас заботиться то есть вам проще когда заботитесь вы потому что какой-то вот у меня идет такое знаете отторжение если вот вам например кто-то скажет что не знаю давай я тебе спину натру да либо там какой-то вот массаж сделаю да допустим массаж ног вот вы кажете вам кажется что это какое-то не знаю унижение что-ли другого человека по отношению к вам вот какой-то какая-то неприязнь идет не потому что человек что-то плохое делает а вы себя некомфортно чувствуете вот вам как-то неловко бывают такие знаете моменты когда вам делают комплименты а вы краснеете то есть вместо того чтобы допустим как-то я не знаю улыбаться радовать благодарить такая какая-то неловкая ситуация вроде бы хорошие слова о вас говорят либо наоборот когда вас хвалят а вам не комфортно от этого вот здесь какая-то такая энергия идет еще почему вас бесит вот все это потому что у вас вот она вот она ваша причина чувство вины у вас сразу просыпается чувство вины то есть какие-то вот я говорю детские травмы связанные с чувством вины за что вы себя вините за то что вы недостаточно работали за то что вы недостаточно вкладывались возможно за то что вы зарабатываете недостаточно имея потенциал свой очень сильный мощный зная о нем у вас очень сильные требования по отношению к себе поэтому вы все и тащите на себе поэтому я видела знаете вот такое как если я не ошибаюсь по моему лошадь прижевальского называется такая мощная лошадь может быть есть еще и какие-то другие эти расы или как правильно лошадя да категория лошадей такие знаете вот грузовые вот вы вот такая вот прям лошадь очень мощная физически здоровая одаренная и при этом сильная которая вот возит вот прям все на себе прям огромные огромные тяжести и поэтому у вас очень сильные требования по отношению к себе и вам кажется что вы являетесь защитником особенно ну ясное дело если допустим вы сами воспитываете ребенка да либо детей понятно да что вы несете ответственность за них а если допустим вы находите в полноценной семье у вас есть партнер вы все равно чувствуете что вы должны решать вы должны как-то активничать то есть вы на себя перетягиваете вот это одеяло ответственности у вас очень сильные требования к себе то есть какие-то вот психологические моменты о которых я говорил всплывают и вот это вас одновременно и раздражает и и огорчает здесь вас очень хорошо учат вот все будет хорошо все будет хорошо я вот в этом прям уверена так вот такой у нас был с вами сегодня расклад да что вас бесит в себе и почему жду ваших комментариев благодарю за активность за лайки за то что меня рекомендуете за то что приглашаете своих друзей за ваши подписки кто не в курсе у меня есть телеграм-канал ссылка на телеграм-канал есть под этим видео если вы нажмете на ссылочку мои услуги нажимаете там абсолютно вся информация есть о канале о каких курсах о курсах которые у меня есть о спонсорских раскладах которые когда-то я записывала они платные на такие достаточно философские темы вы можете приобрести каждый расклад по отдельности то есть вот вся информация есть в одном единственном документе то есть у меня нету там не знаю несколько ссылок да которые можно было вот это вот для соцсетей вот это для это вот это у меня одна единственная ссылка которая называется мои услуги нажимаете там вот все есть а вру есть еще вторая ссылка но это на второй канал да то есть это на ютуб канал который тоже есть в описании а так в принципе больше ссылок нет благодарю вас за внимание сори если кого-то утомило своей болтовней ну вот по настроению да я эмоциональный человек всегда про это говорю прощаюсь всем отличного настроения пока-пока пока Продолжение следует...